Ну, Женька, поджигай. Так, ну, давай ты расскажешь про нас, а я расскажу про смысл доклада. Так, ну, это Женя. Следующий слайд. Это я. Следующий слайд. Левой или правой? А ты без кликера, что ли, пошел? Вот кликер. А, я кликаю? Ну, да. Да. Ну, в общем, мы с Женей дружим с детства. Да. Вот так. Что это? Это мы пишем синглтон, да? Нет, это бенчмарк. Это мы бенчмарким. Это мы открываем Jira в спринге. А это мы пишем синглтон. Вот. Да. Значит, кто был на Groovy Puzzlers? А, ну, много были. Хорошо. Значит, это почти как Groovy Puzzlers этот доклад. Это тоже Puzzlers. Это значит, что мы будем задавать вам веселые вопросы. Со смешными ответами, референсами на всякие фильмы, потому что мы в кино. Вы будете отвечать, голосовать. За правильные ответы вы будете получать призы. Но это не совсем как Groovy Puzzlers. Женя, почему? Призы другие. Тут танки. Точно. Призы другие. Потому что у вас были кактусы. Почему это не совсем как Groovy Puzzlers? Значит, смотрите. Groovy Puzzlers в основном это доклад, который во многом для фана и для людей, которые очень серьезно и глубоко понимают. То есть, либо для тех, которые не понимают, это им смешно, либо для тех, которые понимают, это им грустно. Им не смешно совсем. Этот доклад, несмотря на то, что он построен в формате Puzzlers, у него совершенно другая цель. То есть, он действительно очень практический. Большинство загадок, которые я буду задавать, это, может быть, немножко упрощенные ситуации, с которыми я или Барух сталкивались в реальной жизни. И если бы мы знали ответы на определенные вопросы, когда мы с ними сталкивались. И, соответственно, эти ответы вы получите в процессе этого доклада. У нас было бы намного меньше проблем и жизнь была бы лучше. То есть, есть тонкости в спринге, которые надо знать. И из этих тонкостей мы сделали много загадок. То есть, будет намного меньше хихи и будет больше хардкода. Опять будет писаться какой-то код вживую. Но хихи будет. Я тут хихи будет. Все нормально. Ну, дальше, дальше. Да, и призы у нас есть от спонсоров конференции, у нас есть танчики от Wargaming, у нас есть от Intetix, магнитики, которые вы меняете на коктейли, и у нас есть еще футболочки от Altarossa. А это не просто танчики, это USB. Да, это USB, конечно, а ты как думал? Танчик на USB, круто. Поехали? Да, давай, я задам тебе первую загадку. Подожди, не читить. Можно, можно, Барк, пустите. Ну, хорошо, попробуйте. В отличие от GroovePuzzers, тут вам не поможет ничего. Потому что вещи, про которые мы будем говорить, там далеко не все, даже в гугле можно нарыть. Ну, давайте попробуйте. Давайте поговорим немножко о том, как Spring относится к аннотациям в наследовании. То есть, если у меня есть класс, который наследует другого, третьего, пятого, десятого, там разные аннотации Spring'а и стандартные JavaX-овские аннотации стоят, что будет происходить, как Spring относится, не относится и так далее. Ну, давай. Значит, загадка про папу. У нас есть сын и папа. Вот у нас есть папа. У него есть метод init, который печатает папа. Этот метод проаннотирован аннотацией постконстракт. А есть у меня объект сына, который наследует от папы. И у него тоже есть метод, который тоже называется init и тоже проаннотирован постконстракт. Мы создаем бин из класса папы. Нет, сына. Из класса сына. И вопрос, что произойдет? Ну, варианты ответов. Init у папы private, если вы не обратите внимание. И поэтому папа не придет. Ну, то есть не сработает. Может быть, нельзя делать больше, чем один init метод для Spring'а. И поэтому папа не придет. Init метод переопределен у сына. Как мы видим здесь. И поэтому папа не придет. То есть работает сын. Только сын. Да. Ну, или папа придет. Ну, то есть как бы напечатается и сын, и папа. Не, ну, на самом деле тут, конечно, история с private меня напрягает больше всего. Потому что, поскольку тут private, то это вообще не переопределение. И про этот метод как бы Spring не знает. Потому что parent не компонент. Компонент только сын. Сын ничего не знает про private методы папы. И, соответственно, тут сработает чисто и нету сына, и будет сын. А зачем ты спалил сейчас правильный ответ? Ну, ладно, голосуем. Ну, сын будет. Сын будет, а? А папа не будет? Ну, как будет папа, когда папа private и у него вообще нет компонента? Ну, да, есть в этом много логики. Какой правильный ответ? Ну, это вот private где. Вот A. Отлично. Кто считает, что A это правильный ответ? Spring не запустит метод. Напоминаю, я спалил правильный ответ. Упс. Еще раз его спалил. Контрольный. Кто считает, что правильный ответ будет B? Что для Spring нельзя вообще больше, чем один и нет метод определять. И в этом причина, почему папа не придет. Ну, Женя, ну, тут такая публика. Баня, кто считает, что и нет метод приопределен у сына? И все-таки это, да, оверрайдинг. И поэтому запустится только метод сына, и поэтому папа не придет. А кто считает, что папа придет? Отлично. Вы правильно верите в папу. Особенно, если папа такой. Он точно приходит. Кто может объяснить, почему? Нет, кто знает этот фильм? Командос. Хорошо. Теперь кто может объяснить, почему? Нет, подожди. Ты хочешь понять, что это же ворснеггера? Нет, ну, во-первых, да. Во-вторых, кто знает правильный ответ? Почему? 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 Кому даем призы? Ну, ты решай, у тебя призы. Лови. Значит, спрейнг работает очень просто. Он через рефлекшн вытаскивает все declared метод у каждого класса до объекта. То есть у сына вытащатся все его методы, включая правит, поищется аннотация постконстракт и запустится. Потом то же самое сделается и для папы, и для дедушки. Естественно, это идет в обратном порядке. То есть сначала запустится метод папы. Самая интересная причина, почему так сделано. Причина не потому, что вот, чтобы позволить вот такую ерунду, как на правит метод ставить постконстракты, естественно. Причина в том, что аннотейшнс не передаются по наследованию. Поэтому единственный способ узнать, какие аннотейшнс есть у методов наверху, это действительно пройти рекурсивно по суперклассу на самом верху. Если там по дороге попадется, правят, ну ладно. Но это сделано явно не для этого юзкейса, а этот юзкейс просто использует. Сейчас мы дойдем до transactional тоже. Будет такой пазлер. Так, ну вы все, естественно, знаете, что такое синдром not invented here, он же синдром бога. Это когда любой нормальный постсоветский программист открывает чей-то код, говорит, что это за байда, сейчас я за два часа тут все перепишу. И мы, естественно, тоже так сделали. И теперь у нас есть собственная аннотация, называется audit. Эта аннотация, она над любым методом, на который мы ее вставим, она делает какой-то auditing. То есть она куда-то там записывает, что что-то произошло. В налоговую сообщают, что билет продают. Ну зачем? Мне не надо в налоговую. Зачем так сразу в налоговую? Ну вот. И, естественно, мы немедленно вот это все решение организаторам конференции JET отдали, чтобы они видели и радовались, когда продаются билеты. То есть вот тот заплатил за билет, сразу там бац, есть какое-то сообщение. О, купили билетик. Им всем приятно. Теперь, можно было сделать это по-людски. Можно было сказать, в Spring же есть аспекты. Раз мы работаем с Spring же, чтобы не использовать его АУП. И, соответственно, можно было настроить какой-то аспект, который бы все методы, которые называются на Pay или с аннотацией audit, аспектировал бы и делал бы вот этот дополнительный функционал. Но это не наш метод. Но это не наш метод. Нет. Мы можем лучше. Потому что можно написать свой собственный бинпост процессор, который будет намного быстрее в плане перформанса работать. И он будет делать тот же самый аспект. Мы же все ходили на доклад Spring Reaper, мы все знаем теперь. Я вам его покажу. Да, вот смотрите, какой у меня есть бинпост процессор. Это же красивее, чем АУП. Ну, естественно. Значит, у этого бинпост процессора есть, инжектится сюда audit manager. В методе postprocess before init мы берем класс этого бина, идем по методам, находим методы аннотированной аннотации init. Если мы их нашли, то мы заворачиваем все в прокси. В этом прокси вызывается оригинальный метод, потом вызывается метод audit на значение проданного билета. И как бы все замечательно. Теперь можно прийти к вопросу. Это пять. Что ты хотел меня спросить? Ну, все работает. То есть мы из контекста вытащили бинпост. Ну, короче, с auditом все понятно. Теперь вот наш тест. Context get binpay. И, соответственно, pay должен вызвать audit. И все должно сработать. Вперед. Что будет? Вариантов несколько. Не сработает init method postconstruct. No such bin definition exception. Outward упадет из-за того, что у прокси нет нужного филда, что бы это ни значило. Аспект не сработает. Или все будет хорошо. А как ты знал, что там есть пятый ответ? Сейчас случайно мог спалить ответ. А, опять? Осторожней с этим. Ну, видишь как. Все будет хорошо. Мы списали этот код. Ну, я тоже считаю, что все будет хорошо. Кто-нибудь видит какие-нибудь проблемы тут? Кто считает, что может init не сработает? Или, может быть, no such bin definition exception? Ну, откуда я знаю? Я тоже считаю, что сработает. Может быть, он упадет из-за того, что у прокси нет нужного филда. Народ понятия не имеет, о чем мы говорим. Кто считает, что не сработает аспект почему-то? Ну, короче, никто ничего не знает. Нет, надо показать еще раз код. Вот, видишь, кто-то меня подержал даже. Я напоминаю, мы говорили вот буквально до обеда, что есть bin постпроцессора, у них есть два метода, которые можно прописывать, и в этих методах писать настройки бинов. Я в методе, который называется before, пошла подсказка, написал код, который заворачивает в прокси этот bin. На что это в итоге влияет? Ну, Барух, надо говорить правильно. Ну, да, да, да. Короче, не сработает и нет метод. Кто-нибудь знает почему, хоть какие-нибудь идеи. Вот, вот, вот. Вот здесь рука. Да. Что? Потому что весь этот вход, он должен посткать автор. А почему? Потому что там посткать. На тебе супермарин. Держи. Да. Значит, действительно не сработает и нет метод, и он не сработает по следующей очень простой причине. Потому что аннотация постконстракт стоит на jet service implementation. А после того, как в before мы поменяли jet service implementation на прокси, у прокси метод init не существует, потому что его не существует в интерфейсе. Как мы это чиним? Ну, тут все знают, кто был на предыдущем докладе. Да. Как мы это чиним? В автор, правильно. Копи-пейстом, правильно. Кат и пейстом. Кат и пейстом. Кат и пейстом, да. Пост-процесс автора и нет? Нет, нет, это уже следующий закат. А, все. И там его соответственно. Просто надо перетащить код, который был в before, в автор. То есть, это очень часто происходят такие вещи, когда человек говорит, о, есть бин-пост-процессор, мы можем сейчас что-то свое пописать. И человек не разобрался досконально, как это работает. Он видит, есть два метода, не понял, когда, куда, какой код писать. Нафига, что это в верхний. Потом начинаются какие-то очень странные баги, которые очень сложно найти. Ну, ты как-то упоминал в предыдущем докладе. На самом деле, здесь авторов спринга есть тоже некоторая вина, потому что совершенно не очевиден этот интерфейс с двумя методами. Поэтому мы здесь. Окей, давай дальше, следующий вопрос. Ну, давай. Значит, в какой-то момент все-таки потребовалось, таки, да, добавить какой-то уже аспект, уже нормальный, спринговый, не свой кастомный. Но на самом деле это то же самое, да? Нет, я просто хочу для всех методов пей. То есть, наш бин-пост-процессор относился к методам аннотированной аннотации audit. А я, помимо этого, хочу для всех методов, которые начинаются на слово пей, печатать, что еще продали билет на конференцию. Окей, и таким образом у нас сейчас в системе есть наш бин-пост-процессор, который должен делать прокси, и есть аспект, который тоже должен добавить прокси, чтобы делать вот это. Вопрос. Что случится, когда мы все это дело запустим? Ну, после того, как ты посылаешь мейл Андрею, Катя ничего не получит. А я тебя просил пройтись по презентации. Катя получит извещение о проданном билете, но не будет аудита. То есть наш бин-пост-процессор отвалится. Аудит будет, но Катя не узнает о проданном билете, потому что аспект отвалится. Будет аудит, и Катя получит извещение о билете, как, в принципе, хотелось бы, или будет вообще эксепшен из-за двухуровневого прокси, потому что у нас тут прокси от аспекта и прокси от нашего бин-пост-процессора. Что случится? Ты меня спрашиваешь? Я всегда спрашиваю. Да, третий ответ всегда говори. Нет, третий все работает. Я не буду говорить третий, я буду говорить второй. Аудит будет, но Катя не узнает о проданном билете. Я понятия не имею, почему. Ну, так давай голосуем. Кто считает, что первый ответ правильный? Кто считает, что отвалится наш бин-пост-процессор? Один человек считает. Кто считает, что бин-пост-процессор мы написали очень крепко и хорошо, а вот аспект работать не будет? Вот в нас верит... А, тоже один человек. Один-один. Кто считает, что все нормально сработает оба? О, большинство людей. Почему? А кто считает, что exception будет? Какой-то непонятный. Еще несколько людей. Окей. Так вот, правильный ответ. А! Таки отвалится наш бин-пост-процессор. Отвалился? Как так может быть? Почему так странно? Кто, какие будут идеи? Мы добавили... Да. Вот чувствуется, что человек вчера у меня на тренинге был. Но не очень понял, что. Нет, нет, все правильно сказал. Надо... Почему? Нет, я же не спрошу, как чинить. Я спрошу, в чем проблема. Почему? Почему где-то что-то надо сохранять? Сейчас работает аспект, завернет его в прокси. Так. Наш бин-пост-процессор уже будет без... Все, все. Нормально. Нормально. Без наших аннотаций. Правильно. Правильно. А АУП делает абсолютно то же самое, что делаем мы в нашем пост-процессоре. То есть он обворачивает класс в прокси. Он прекрасно обернул наш класс в прокси и получил прокси, в котором нету нашей аннотации audit, потому что это прокси. Раз там нет нашей аннотации audit, то наш бин-пост-процессор вообще не включится. А если бы так получилось, что наш бин-пост-процессор был бы первый, то тогда, может быть, оно сработало бы нормально. Или наоборот. Или наоборот. Смотря, как они заботятся. Нет. Но они заботятся. Это смотря... Не как они заботятся, это смотря, как мы тут... Отстань. Это смотря, какой у нас тут point-cut. Если у нас point-cut по названию методов, то точно все будет работать. Потому что в прокси методы называются так же. А если point-cut, например, с аспектами, то тут уже могут быть варианты. В прокси может быть аспект, то есть аннотации может не оказаться и так далее. Как мы это чиним? Вот тут уже был правильный ответ. Женя, объясни. Надо писать нормальный бин-пост-процессор, который не будет делать bing.getclass. А что ненормального в bing.getclass? Ну, как бы, мы, в принципе, говорили об этом, что надо вот так делать. Это был предыдущий доклад. А, ну да. Bing.getclass может вернуть уже прокси, потому что во втором проходе бин-пост-процессора... О чем мы речь, да? Поэтому все надо сохранять. bing.getclass мы запросто можем получить прокси. И когда мы его будем анализировать, там уже не будет половины информации, которая нам нужна. Там не будет наших аннотаций, например. А также там не будет никаких методов, которые не прописаны в интерфейсе. Поэтому bing.getclass это плохо. Потому что bing.getclass может вам вернуть совсем не то, что вы собирались. Когда ты знаешь, что класс оригинальный. Хорошо. Давай. Да, следующий. А, окей. Так, теперь пора начинать уже серьезно работать. Это все была ерунда. Надо подлечать транзакции. Значит, ну, естественно, мы напишем собственный интерфейс transactional. Потому что мы хотим задать новый дефолтный пропагейшн. У Spring по дефолту какой пропагейшн? Required. А мы хотим, чтобы был всегда required true. Поэтому мы пишем свою собственную аннотацию. Аннотируем ее мета-аннотацией transactional. И будем пользоваться ей всегда вместо того, чтобы пользоваться transactional. Так? Ты уже покажи код. Ну вот. Значит, вот у нас код. У нас есть этот наш сервис. И вот мы на него ставим transaction. JetTransactional на класс. Потом мы ставим еще JetTransactional на два отдельных метода. И в одном мы говорим, что мы хотим пропагейшн мандаторий. А в другом пропагейшн required. Мандаторий, который кидает exception, если он вызван не из транзакции. Совершенно верно. И required, который, если есть, будет. Если нет, ну и откроет новый. Если нет, будет. А если есть, то присоединится. И у нас здесь самый интересный фокус в том, что депозит вызывает метод InformBankManager, который прописан вот здесь. И не имеет никакой аннотации transactional вообще. Еще и правит. Ну, они все. Окей. Но если нет аннотации вообще, мы получаем ту аннотацию, которую мы поставили над классом. То есть это transactional наш, который requires new. В теории. В теории. Окей. Хорошо. Значит, теперь дальше у нас есть код. InformBankManager у нас падает. И надо делать rollback. Да? Ну, происходит rollback. И вопрос. Что будет rollback? Какой будет rollback? Все откадится до самого начала. То есть все операции, которые здесь у нас были, и InformBankManager вот здесь, и депозит, соответственно, откатятся до самого начала. Откатится только InformBankManager, а депозит закончится с коммитом. Откатится до самого начала метода депозит. Или же метод withdraw and need exception. Я думаю, что будет B, потому что если мы не поставили аннотацию на InformBankManager, то мы получаем нашу. А наша, говорит, Propagation requires new. Это значит, что когда вызовется этот метод, который ты говоришь, кидает exception, он будет в своей транзакции. И, соответственно, откатится до начала этого метода. То есть это B. То есть этот метод откатит свою новую транзакцию, которую мы просили. А старая транзакция, которая к нам пришла из депозит, будет прекрасно себя чувствовать. Да? Ну да. B. Кто считает A? Вот. Кто считает B как Женя? Правильно, никто. Кто считает C, что все откатится до депозит. И D какой-то exception. Ну да. Да. А вот, Женя. Все откатится до самого начала. Я в шоке. А кто? А тут было много рук за это? Да. Танк или футболку? Танк или футболку. Танк. У нас еще коктейли есть. Ты коктейли не... За самые пьяные ответы нужны коктейли. Это был отличный ответ. Это был хороший ответ. Да. Значит, в чем тут, собственно говоря, фокус? Почему не работает? Женя. Давай я вот так понажимаю, чтобы было понятно. Вот так. А, окей. Да. Значит, фокус в том, что когда мы вызываем здесь inform about payment, когда мы вызываем вот эту, она вообще... Этот вызов не проходит через Spring. Этот вызов не проходит через Spring просто потому, что это нормальный вызов Java. Что мы имели в виду... У меня есть отличный слайд, который это объясняет. Смотри, какая красота. Ух ты. Ты сам рисовал? Да. Заметно. Значит, у нас есть два объекта. У нас есть вот этот какой-то наш интерфейс и наша имплементация. Вот она слева. В имплементации есть те же самые, естественно, методы, которые есть в интерфейсе. Когда binPostProcessor сгенерит прокси, он имплементирует тот же самый интерфейс, у него есть те же самые методы A и B, которые как имплементированы, они делегируют в InvocationHandler, который, соответственно, вызывает тот же самый метод у оригинального объекта после того, как он сделал то, что ему нужно. Ну, это нормальный JavaProxy. Когда вызывается метод A у прокси, он идет в InvocationHandler, говорит, надо открыть транзакцию, потом говорит, надо вызвать оригинальный метод, а этот оригинальный метод напрямую вызывает второй. И это достаточно известная проблема у Spring с вложенными транзакциями. Любая инструментация, которую мы делаем на Spring в расчете на AOP, при вызове локальной методы перестает работать, потому что мы не проходили через прокси. Как мы это лечим? Self-inject. Self-inject. Отлично. Ну, он плохой по многим причинам. Ты завязываешься на AOP. Нет, ну есть решение. Но правильное решение было бы, конечно, self-inject. Self-inject позволил бы нам... То есть вот там, где было вот это написано this, надо заменить на reference, на сам себя. На сам себя. Только сам себя, это уже будет прокси. Да. Значит, может быть, мы можем просто инжектнуть самого себя еще раз. И вместо this писать вот то, что мы инжектнули точкой вызова этого метода. Можно сделать outwired, можно сделать через inject, можно сделать через ресурс, или вообще нельзя это сделать. Ну, потому что будет какой-нибудь такой... Вы пока думаете, какой правильный ответ. Я хочу показать, о чем мы говорим. Ну, да. Значит, у нас... Вот у нас наша проблема. Вот наша транзакция. Значит, я вместо this напишу здесь прокси, да? Создадем такой филд, который будет из того же самого типа, да? И над ним я хочу поставить какую-нибудь аннотацию типа outwired. Outwired? И все. Или inject, или ресурс, или вот-вот. И тогда у меня, получается, что я не иду изнутри, а я иду через, опять же, это за самый прокси. Вопрос, что из этих аннотаций это может сделать? Инжектнуть сам себя в сам себя. Ну, это чисто гадалка, потому что никто не знает. Давайте так, кто-нибудь знает? Нет, никто, да? Ну, только если гадать. А, ну, да, вот есть, давайте так. Кто считает, что нельзя? Нет, нельзя сделать. Кто считает D? Что он упадет на бесконечный какой-то. Так оверфлоу будет какой-нибудь. А кто считает, что вот этот какой-нибудь на выбор, потому что фигово знает, что из этого будет работать? Вот ты ж, блин. Ну, дай Иванову там футболку-то. Футболку или танк? Да, на самом деле ресурс почему-то работает. А все остальное почему-то нет. Если ресурс будет работать, то есть там отлежается от вайлета, инжектора, я не помню деталей. На самом деле так и есть, да. Но поскольку это все равно знать никто не может, кроме тебя, соответственно… Нет, так самое смешное, что это работает не всегда. То есть не будем сейчас входить в детали, но есть нюансы, когда это не работает. Короче, вот что мы о тебе думаем, Макс. Да, ну мы… Что делают люди в таком случае? Люди в таком случае открывают Jira, чтобы сделали новую аннотацию, например, self-inject. И такая Jira есть. И да, она открыта 4 года назад. У нас тут был скриншот. Это на Jira был скриншот, неважно. Ну да, 4 года назад она открыта и до сих пор она open. Они там долго спорили, как назвать аннотацию, решили, что ее надо назвать либо self-inject, либо self-inject. Да, там было много вариантов. Короче говоря, Женя решил не сдать и за 4 часа, или за 4 дня, или за 4 минуты, или за 4 секунды решил починить спринг. Какие будут идеи? Сколько времени возьмет это сделать? Как вы знали? Ну потому что это будет час. Так, значит, соответственно, вместо auto-wired, какое название будет? Self-inject. Self-inject. А что не self-auto-wired тогда? А вот так. Окей, делаем аннотацию. Все, это маркер. Теперь мы пишем bin-пост-процессор, который будет к этой аннотации относиться. Поехали. Значит, у нас есть класс, который будет называться self-inject bin-пост-процессор. Я извиняюсь, я уже буду сокращать с названиями. Раз вы мне 4 минуты дали. Мы его таким образом добавим. Ну, было бы 4 года, он им писал бы полностью, конечно. Значит, у нас будет здесь храниться мэпа, в которой мы будем имя bin-а хранить против самого bin-а. Может быть, любой объект, да? Значит, так, это map равняется new, ля-ля-ля, та-та-та. Так, теперь мы говорим, что мы bin-пост-процессор. И я засек. Прошло пока 15 секунд. Так, у меня просто на самом деле самолет, поэтому я долго не могу это писать. Значит, что мы делаем на этапе before? На этапе before мы берем bin, вытаскиваем его оригинальный класс, который здесь еще точно оригинальный класс, потому что прокси на этом этапе нельзя делать, неправильно это. Возьмем этот bin-класс, возьмем все его методы, все его declared fields, положим это в сторонку, пройдемся по всем этим филдам, и если филд аннотирован аннотацией self-advired, self-inject, то что я тогда делаю? Я его запоминаю, я запоминаю оригинальный объект. Значит, я делаю map.put и кладу сюда bin, name против bin. Все, на этом у нас before закончилось. Мы уже сделали почти половину, даже больше. Что мы делаем на этапе after? На этапе after я знаю, что тут уже прокси есть, но мне очень важно, чтобы мой автор запускался самым-самым последним. То есть мой bin-пост-процессор должен работать тогда, когда все остальные bin-пост-процессоры, все уже свой прокси сделали. Как я могу гарантировать, что он будет последний? Я иду сюда и добавляю еще один интерфейс, ordered. И говорю, что мой order номер 16. Что там? Самый последний, самый низкий у меня приоритет. Вот. И тогда на этапе after я уже знаю, что этот bin, это уже прокси. Значит, что мы делаем? Мы берем из моей мэпы и пытаемся вытащить по названию, которое не меняется, этот объект. Если я его вытащил и он есть, это значит, я его запомнил. А если я его запомнил, значит, у него был филд аннотированной аннотации self-inject. Это значит, этот филд надо настроить. Поэтому я беру сейчас оу.get class. Это оригинальный объект. И получаешь null point exception сразу. Почему? А если нету оу? А, я сказал, надо проверить, а проверку не поставил. Значит, если оу не null, то тогда мы вытаскиваем класс оригинальный, вытаскиваем опять все declared fields, положим это в сторонку, пройдемся по всем филдам. Только сейчас я уже буду их настраивать. Значит, если есть филд аннотированный аннотацией self-inject, то тогда мы в него запихнем объект прокси, который вот здесь. Вот этот bin это прокси, а вот этот оу это оригинальный. Значит, я делаю так. Reflection.utils.setField. Настраиваем вот этот филд, передаем в его... Значит, объект, который мы настраиваем, это оригинальный объект, это оу. А в этот филд мы засовываем ему уже прокси. Этот bin это уже прокси. И в конце мы вернем bin. Почему мне никто не сказал, что я не сделал setAccessible.true? И почему на самом деле setField не делает это, мне непонятно. Вот мы поэтому не сказали, потому что было очевидно, что он это делает. А вот нет, это Reflection.utils у SpringTest это делает. Все, по-моему мы закончили, запускаем. А, что я запускаю на самом деле? Я просто нажал на запуск. Вот, значит, у нас... Это не тот пазлер. Вот, main self-inject. Вот, пожалуйста. Видите? У нас появилось две вложенные транзакции. Надо было запустить этот код до этого, чтобы никто не сомневался. До этого была одна транзакция на две. Ну, мы уже поняли почему. Ну да, потому что там метод развивался сам на себя, поэтому не работает. К раздель, чем mpproxy.utils или как его? Вот. Меньше 4 минут. Поехали дальше. Так. А, это твоя история? Это, да. Это моя история, то, что называется TrueStory. Значит, я в свое время, когда был консультантом, консультировал одной фирме, у которой было необходимо в каком-то Spring приложении разогреть кэш. То есть, нужно было из базы данных в кэш закачать список, по-моему, у всех стран или, ну, что-то вот такое. Ну, там, сколько там этих стран? 200. Вполне себе очень здоровый, хороший кейс для того, чтобы все загнать в память. Значит, ну, как мы это делаем? Мы, естественно, делаем все на аннотациях, потому что, ну, это правильно. И поэтому у нас есть вот такой вот сервис. У него есть метод warmcash. Мы на него ставим transactional, потому что мы там будем читать из базы данных. И он, естественно, понс-констракт, потому что кэш должен разогреваться, когда приложение поднимается. И потом все должно работать. Красиво? Как нет? Все красиво? Скажите, да. Он же не отстанет. Ну, это же я писал. Конечно, красиво. Хорошо. Значит, и вопрос следующий. Что будет? Все сработает. Все сработает, но не будет транзакции. А если мы там делаем какую-то работу с базами данных, то, естественно, ничего не сработает. Вообще это все не поднимется, а упадет на этапе процессинга бинов. Или будет метод missing exception. Женя? Ну, если это ты писал. Ну, давай скажем, что это сработает без транзакций. Сработает без транзакций. B. Кто считает, что все сработает как надо? Спасибо. Кто считает, что сработает, но транзакций не будет? Во как. Кто считает, что вообще не сработает, вообще бены не спорсируются, не поднимутся? И кто считает, что будет метод missing exception? Никто. Потому что там это вообще не может быть. Хорошо. Женя, правильный ответ. Ты был прав. Сработает без транзакций. А, моих нет уже, черт. Я танчик себе возьму? Нет, оставь танчик. Ты знал ответ. Почему? А, так, так, вот, да. Да, правильно. На момент вызова постконстракта не будет прокси. Почему на момент вызова постконстракта не будет прокси? Потому что… Потому что мы про это уже говорили. А. И нет методы вызываются до того, как идет второй проход под бинпост процессором, а как раз второй проход там прокси и делается. Отлично. Ну, все понятно. Хорошо. Как мы это чиним? Ну, мы это чиним своей аннотацией, как обычно. Поэтому мы пишем аннотацию post initialize. И пост initialize должна сработать после того, как инициализировано, закончено полностью. То есть и на первом этапе конструкторы, и сеттеры, и так далее. И на втором этапе все уже прокси, и все уже обернуто, и все уже работает. Окей? Проще всего это сделать с помощью лисенера. У нас есть такая штука, которая называется application. Давай я покажу. Я покажу. Значит, во-первых, давайте мы посмотрим. Это мы были тут, да? Вот у меня стоит post construct, и у меня стоит transactional. То есть это именно эта ситуация. И мы сейчас этот main запустим, посмотрим, что будет. Где тут main? Вот main. Видите? Кэш разогревается, но транзакции нет. Теперь мы заменяем аннотацию post construct на нормальную человеческую аннотацию post initialize. И посмотрим, что метод тоже сработал, но с транзакцией. Теперь вопрос, кто этот метод запустил. Показываю. Значит, у нас есть класс, который называется post initialize что-то listener. Который делает очень простую вещь. Во-первых, что такое listener в спринге? Он слушает ивенты, которые происходят с контекстом. Мне нужно услышать ивент, который говорит том, контекст построился. Вот когда контекст построился, это называется context refreshed ивент. Мой listener должен пройтись по всем бинам, найти те бины, у которых есть метод с аннотацией post initialize и запустить его. И мы таким образом, получается, сделали трехфазовый конструктор. Это прекрасный код, я считаю. Кто его написал? Ну, мы насчет прекрасности этого кода еще чуть позже поговорим. Ну, давайте так в двух словах разберемся, что здесь делается. Значит, вот я имплементирую listener. У него надо прописать метод on application event. Этот ивент, из этого ивента можно вытащить контекст. Из контекста можно вытащить определение всех бинов. Про каждый бин я вытаскиваю его определение. Из определения я вытаскиваю имя класса. Подгружаю класс. Смотрю, если там есть аннотация post initialize. Если она и есть, то я вытаскиваю бин из контекста. Потому что надо же настраивать бин, пока я разговаривал с его методатой. Вытаскиваю бин и, соответственно, запускаю, нахожу метод, который нужно запустить. И запускаю этот метод. Ну, там не будем вдаваться всякие разные нюансы. Какая вообще красота. Потрясающе. Да, то есть теперь все здорово. Можно просто легко post initialize ставить и все. Есть post construct, который работает до проксей. Post initialize работает после проксей. Все отлично. Шикарно. Все готово. Теперь у меня вопрос к тебе будет обратно. Да, Джиру мы открыли. Открыли, открыли Джиру. Вот она. Вот она открыта. Вот она. И как всегда она не закрыта. С 2009 года, 4 года, она анрезов. Все нормально. Но зато на Йорген Холлера перевели уже. А то. Причем недавно это было. А то. Так, у меня к тебе вопрос такой. Ты сейчас подумаешь, что это вообще никак не связано, но тем не менее. Вот какой информации не будет в бинде. Ты же любишь Java Contake, правда? Ну, меньше, чем Groovy. Но лучше, чем XML. Но лучше, чем XML. Отлично. Вот ты прописал такой бин в Java Config. Да. Какой информации не будет в биндефинишне этого бина? Я не знаю. Дай мне варианты. Не будет скоупа. Да вот же он. Где? Вот скоуп. Отлично. Не будет имени бина. Вот же он. Имя метода. Окей. Не будет имени класса. Вот же он, имя класса. Ты все видишь? У тебя хорошие очки. Все будет. Все будет. Все будет. Все будет. Кто считает, как барок, что все будет? Я. А кто считает, что не будет скоупа? А кто считает, что не будет имени бина? А кто считает, что не будет имени класса? Как-то все так прикидывают. Народ в шоке. Должно работать же, казалось бы. Конечно. А вот удивитесь, не будет имени класса. Не может быть. Вот он. А давайте разберемся. Класс стринг это файнал. И поэтому... Кошечку ты не показал. Да ладно тебе кошечку. Кошечкой уже все. Все уже удивились. Верни, верни на код. Когда мы смотрим на данную сигнатуру данного метода, мы видим, что метод возвращает стринг. Поскольку стринг это файнал класс, то понятно, что ничего другого вернуться не может. И понятно, казалось бы. Но если бы это был не стринг, а какой-нибудь другой класс, откуда я могу знать, что возвращает метод, пока я его не запустил? Кто-то может точно мне сказать, что метод вернет. А может метод в методе ставит какой-то if, и в конце есть return now. Или return какой-то new анонимный класс, и создается instance из него. И у него даже имени еще нету в тот момент, когда я смотрю на метод. Поэтому это единственная проблема для бинов, которые написаны через java.config. Что про них нет информации, как называется их класс. И если наше предложение завязано на имена классов оригинальных бинов, у нас возникнет, я сейчас покажу. Как вы помните, вот этот код, который мы только что запускали, как сказал Барух, все шикарно, отлично работало. Теперь я делаю так. Я сейчас в этот пакет добавлю java.config. Вы пока предположите, что случится, когда я закончу то, что делать, то, что нужно. Вот. Добавили java.config, поставили здесь аннотацию configuration, прописали здесь бин любой, неважно какой бин я здесь пропишу, и будем возвращать what the fuck. Да? Ну, неважно на самом деле. И теперь я запускаю тот же самый. Нет, конечно, не будет работать. Смотри, что ты написал. Что? Ну, вот the fuck написал. Ну, вот. Не будет работать. И тот же самый код запускается, и у нас null pointer exception. Где у нас null pointer exception? Правильно. У нас null pointer exception на попытке вычитать оригинальный. Вот сюда. Да, 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 да. Вот у нас вот здесь есть. А у меня на самом деле в слайдах тоже это было. Давай в слайдах это лучше видно. Ну, давай. Да. Ну, вот оно, да. Вот этот вот класс for name на null, естественно, вылетает с null pointer exception уже. Правда? Вот этот. Если имя класса null. Есть отличный способ, как это можно починить. Смотри, какая красота. Можно сделать вот так. Я так и починил. Ну, вы согласны, что это не очень хорошо? Получается, что все бини, которые в Java конфиге прописаны, они как бы типа обрабатываются. Для них не поддерживается аннотация post initials. А знаешь, какое решение? Ну? Groovy config. Точно. А, все. Нет, давай напишем все-таки для Java конфига решение. Значит, сколько времени возьмет починить это? Нет, есть еще вариант 3 минуты, 2 минуты и 1. Вот это сложно. Я просто опаздываю на самолет. Давайте будем делать. Значит, я сейчас пишу bin post processor. Который будет называться, не знаю, fixer. Он чинит. Fixer bin post processor. Компонент. Implements bin post processor. У него будет мэпа. Чувствуете, как они все похоже начинаются? Надо будет абстракт написать. В которой я буду… Хотя нет, не нужна мне никакая мэпа. Мне сюда надо зато вайрить factory. Configurable listable bin. Нет, как он? Factory. Как он пишется? Configurable… Вот он, да. Factory. Сейчас поймете для чего. Потому что с его помощью я могу bin definition считывать. Значит, что я делаю? На этапе before, потому что чем раньше я починю bin definition, тем лучше для всех. Значит, понятно, что в любом случае методы у меня возвращают бины, потому что я ничего не делаю с самим бином. Я его bin definition чиню, если он сломан. Значит, мы делаем так. Я обращаюсь к фабрике и говорю, дай-ка мне, пожалуйста, bin definition вот этого бина. Ну, то есть по bin name, да? Любого другого тоже. Клонем его сюда и задаем вопрос. Если bin definition… Если у него класс get bin class name равен равен now, то я понимаю, что это бин прописан в Java конфиге, его надо починить, ему надо просто добавить нехватающую информацию. Как это делается? Bin definition, ну, если мы классы могли заменять, так в чем тут проблема сделать? Set bin class name, берем объект, на этом этапе он же еще оригинальный, и вытаскиваем его класса. Все. По-моему, можно запускать. Все. Опять разогревается, кэш, все красиво. Причем bin прописан в Java конфиге, никому не мешает, и если бы у него была аннотация post initialize, она бы для него тоже работала. Да. Для этого Java мы открывали? Нет. Давай сейчас откроем. Это ты не успеешь на самолет. А, ну да. Ну, это на самом деле в ту же… О, вот это моя любимая часть теперь. Хорошо. Все, давайте страшные истории про Spring. Первая история называется «Мальчик, который не любил интерфейсы». В общем, жил такой мальчик, который говорил, что вот это все нужно кодить на интерфейсы, что вот нельзя пользоваться классами в Spring. Вот это все полнейшая ерунда. На самом деле, если писать классы, то все будет работать прекрасно тоже. Значит, как… Нет, так давай я на коде покажу. Ну, давай. Это мы идем сюда. Вот смотрите. У мальчика есть класс, который называется «iHateInterfaces». Это класс, не интерфейс. Несмотря на то, что начинается на i. Это не C-sharp. Казалось бы. Да. Это уже «iHateInterfaces». У него есть метод «killAllInterfaces», который печатает, вот работает без интерфейсов. И мы создаем контекст, вытаскиваем бин по названию, по классу. То есть, наоборот, этот мальчик говорит, это же удобнее работать без интерфейсов, потому что, когда я работаю с интерфейсами, я не могу завязаться на класс. Потому что, иди, знай, когда они сгенерят мне прокси, то название класса я знать не буду. И получается, что я могу только делать лук по интерфейсу, а если у меня есть несколько имплементаций, то уже… Это все будет падать. Да. И поэтому намного проще работать с классом. Конечно. Как работает Spring? Spring говорит, если вам нужно завернуть что-то в прокси для бина, который написан таким мальчиком, мы не будем валить все. Мы сделаем прокси через CG-LEAP при помощи наследования. И все будет работать. И мальчик, зная это, говорит, вот же правильная методология. Мальчик прав. Более того, смотрите, у нас здесь даже, по идее, в этом пэккедже у меня есть аспект, чтобы никто не сомневался. Вот, Little Boy Aspect, который инструментирует все методы вообще, включая методы маленького мальчика. И печатает, вот же, работает даже с аспектами. И давайте мы это запустим. Давай мы запустим и посмотрим, что мальчик прав. Вот мы запускаем метод Kill Interfaces, но там еще есть аспект. Поэтому мы сейчас, по идее, должны увидеть два аутпута. Да. Вот, пожалуйста. Причем я распечатал название класса, чтобы никто не сомневался, что это класс прокси. Видите, как он называется? Он сделан при помощи CG-LEAP, который 4-й спринг упаковал себя внутрь. И вот, it works without interfaces, even with aspects it works. Мальчик прав. Мальчик прав. Теперь вопрос. А если мы сейчас добавим интерфейс? Ну, потому что он бизнес интерфейса не пишет. Ну, ведь какие-то интерфейсы... Технические. 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 Пришлось добавить. И вот у меня вопрос. Что случится? Что случится, когда мы это добавим? Будет no such been definition exception? Или не будет работать аспект? Или выкинется, что no such been exception? Или все опять будет работать и мальчик прав? Потому что мальчик прав. Кто считает A? Два шека. Кто считает B? Что отвалится... Что отвалится прокси? Кто считает C? No such been exception. Кто считает C? И кто считает... Кто мальчик, который не любит интерфейсы? А кто считает, что D нормально? Кто тот мальчик, который не любит интерфейсы? Поднимите руку. Нету никого. А вот, ребята, удивитесь. Все будет отлично работать. Мальчик прав. Я вам даже докажу. Да, мальчик... Все работает. Сейчас мы проверим. Вот мы идем в его класс. Добавляем здесь Serializable. Serializable. И запускаем. Набрасно вы не тот мальчик. Все работает. Видите, отлично все то же самое. Все прекрасно. Продолжаем разговор. История не закончилась. А если еще добавить интерфейс Comparable, что тогда будет? Я предлагаю те же варианты ответов. Кто считает A? Теперь уже. Кто считает B? Вот ведь настырный. В прошлый раз все работало. Кто считает C? И кто считает, что все равно будет работать? Теперь уже тот мальчик. О, пару мальчиков появилось. Фоллеров нашел себе. Да, да, да. Давайте проверим. Мы сохраним интригу и добавим здесь Comparable, который вынуждает нас добавить какой-то метод. И теперь мы запускаем. Бабах! И вот оно развалилось. No such bin definition. No such bin definition. Кто там махал руками, что аспекты отвалятся? Ничего подобного. No such bin definition exception. И кто может объяснить почему? А как создался прокси? Нет, нет. Через что? Через CGlib или нет? Совершенно верно. Как работает Spring? Очень просто. Он говорит, если мне нужно сделать прокси, я сначала проверю, а нет ли у данного класса интерфейсов. Потому что они не любят делать CGlib. Если интерфейсы есть, им этого недостаточно. Они говорят, а давайте проверим, что это не пустые интерфейсы, типа serializable. Потому что если интерфейсы пустые, то тогда мы все равно будем делать через CGlib. Но если есть хотя бы один интерфейс, который имеет хотя бы один метод, они говорят, все, никаких CGlib, dynamic proxy. И в результате что получается? Создался bin, который... Какого типа? Подожди, какого типа bin создался? Comparable. Comparable. А мы ищем какой? А мы ищем... I hate interfaces. А такого больше нет. Там кому-то положено пиво. Кто-то правильно ответил. Кто сказал? Вот. Как мы это чиним, Женя? Как мы это чиним? Ремнем по попе мы это чиним. Да, можно force each delib на самом деле. Но так интересней. Да. Прививаем любовь к интерфейсам мы. Ладно. Последняя история. Мы заканчиваем. Девочка, которая хотела сделать надежно. Это вторая история. Значит, вот такой. Значит, у нас есть какой-то сервис, который mission critical. Например, не забыть выключить утюг. И надо вот, чтобы точно, совершенно, no matter what, чтобы это работало. Окей? Значит, ну мы на него ставим post-construct, но как бы может быть, что этого мало. Поэтому мы еще на всякий случай, ну да, мы он сервис, но и мы его сканируем через component scan. Это второй. И на всякий случай. Это же реальная история. У нас на проект пришла девочка, которая всю жизнь работала с XML. И хотела выключить утюг. Да. А мы работали с аннотациями. И она очень долго не въезжала, и она в какой-то момент в конец запуталась. Она говорит, я не понимаю, иногда надо ставить собака компонент. Иногда надо прописывать в XML. А потом у нас еще появился Java config. Вот так в Java config. И она говорит, блин, так прописывать BIN, так прописывать BIN. И когда ей был какой-то BIN очень важен, она сказала, на всякий случай, потому что меня задолбало разбираться, куда писать, и там, и там, и сям. И вот он у нас прописан в XML. BIN. Вот он у нас есть, значит, этот самый, annotation configuration. И на всякий случай в Java config мы его пропишем тоже. Но что-то из этого точно совершенно поднимется же, правда? Вот. Значит, что будет? Будет написано, не забыть выключить утюг. Будет два раза написано, не забыть выключить утюг. Будет три раза написано, не забыть выключить утюг. Или BIN creation exception. Ой, это мой любимый пастер, Женька. Так, ну давайте, рассказывайте. Кто считает, что будет написано один раз? Кто считает, что будет написано два раза? Как мы создаем контекст? Мы создаем его из XML. Мы создаем его из XML, который говорит, просканируйте вот этот пакет. И дальше находится и вот это, и вот то. Эти оба в пакете. Configuration в пакете и это в пакете. Так, кто считает, что будет написано три раза выключить утюг? Кто считает, что будут какие-то конфликты и все развалится? Естественно, большинство народу. Но и за кого вы нас держите, что вы считаете, что мы вам дадим такой пастер? Последний причем. Два раза. А не то, что вы подумали. Какие будут идеи? Два бина. Почему два бина, а не три, а не один? То есть создается два бина. А почему, когда создается два бина с… Еще раз, есть три бина. Нет, вопрос, почему из этого создаются два бина. Нет, нет, все понятно. У нас есть три бина, у которых у двоих имя совпадает. Потому что если я поставил собакосервис и не сказал, как он называется, то его название будет название класса с маленькой буквы. То же самое происходит здесь. Если я не сказал, как он называется, то его название будет названием метода. Название метода и название класса с маленькой буквы получается одно и то же. Таким образом, из трех бинов, которые мы определили, у нас у двух есть одно и то же название. А у третьего, какое будет название у третьего, его прописали в XML. Если бы мы дали то же самое имя, то вообще был бы только один. И вообще все было бы отлично. И у этой девочки самое смешное, что часто так и было, она думала, что это нормально. То есть она говорит, я всегда так делала. Когда мы ее на этом поймали, мы спросили, ты что, давно ты так работаешь? Она говорит, я почти все время так делаю, но оно всегда работало. Потому что совпадали названия бинов. Теперь, почему Spring не валится, если я пытаюсь определить два бина с одним и тем же айдишником? Почему он не падает? Это именно полезная фича. Совершенно верно. Если вы попробуете в XML написать два бина с одним и тем же айдишником, он не поднимется. Он скажет, у тебя не может быть два бина с одним и тем же айдишником? Но если один бин написан в аннотациях, а другой в XML, то что говорит Spring? Он говорит, может быть человек не хотел компилировать, и он мне в XML хочет перезадавить этот бин-дефинишн и там что-то определить. Точно так же, как гибернет можно настраивать через XML, и они задавливают аннотации. По тому же самому принципу. И, соответственно, у нас, получается, создается такие два бина, ну и у каждого работает свой пусконстракт, поэтому утюг не выключается два раза. То есть выключается. Ну вот, да, вот это то, что здесь есть как раз. Все. Значит, давайте мы за пять минут по выводам пробежимся, и Женя побежит на самолет. Ну, вывод. Сами понимаете, надо учить Spring. Надо читать документацию, потому что документация Spring, в отличие от многих других опенсорских проектов, весьма хороша и правильная. Баги. Ну, вы видели парочку. Да, у вас есть два варианта. Можно открывать Jira, можно чинить самим. По-моему, чинить самим лучше. На самом деле, вариант как с утюгом. Нужно делать оба. Потому что, когда вы открываете Jira, то в итоге, когда она будет закрыта и починена, все, в том числе и вы сможете перейти на починенную версию. А пока что, если вы ждете, как мы, четыре года, два раза в этой презентации, то, как вы видели, в обоих случаях есть достаточно простые воркераунды, которые позволяют вам… На данный момент иметь решение, благодаря гибкости Spring. IntelliJ рулит, как всегда, в том числе и со Spring. Вы можете избежать очень многих проблем, благодаря хайлайтингу и навигации в IntelliJ. Ну и, да, учите Spring. Есть какие-то вопросы у нас? Спасибо большое. В последующие пару минут. Да. Да, вводный вопрос. Сейчас, микрофон. Давай, вставай, бегай. Чего ты тут уселся? Быстрый вопрос. А не пробовали там compile time viewing? Ну, в aspectJ компилятор, если перекрутить на этапе компилятора. Ну, это к Spring не имеет просто отношения. Ну, просто интересно, сколько проблем это уберет, если перейти, например, тот же самый transactional компилировать и прочие вещи. Нет, ну, конечно, это уберет везде, где мы говорили о том, что у нас… А как ты потом будешь делать дебаг? Дебаг? Ну, брикпоинты стоят, например. Нет, понятно. Ну, у тебя же получается, что у тебя сорсы выглядят так, а байт-код уже по-другому выглядит. И умеет с этим интеллиджи справляться. По-моему, не во всех случаях. Я с этим очень много мучаю. Не, на самом деле, это, безусловно, решает все проблемы и всяких рейс-кондишенов, аспектов. Кто когда создается и кто кого видит, а кого нет. Нет, это безусловно, но у компайл-тайм-вивинга есть свои минусы, в том числе еще меньше прозрачность, чем у ран-тайм-вивинга. Завязка к определенным библиотекам, которые должны быть в компайле. Ну, там есть плюсы и минусы. Но поскольку это к спрингу, в принципе, не имеет отношения, то это как-то вне скоупа того, что мы сейчас пытались сделать. Еще? Кто еще? А зачем? Этот прекрасен, нам свой спринг не нужен. Нет, с этим… На самом деле, вот опять же, то есть проблема, похоже, всех пазлеров, не только груви. Мы показываем всякие кошмарики, и потом люди уходят с доклада с ощущением, что это за ерунда, и мы никогда не будем этим пользоваться. Как и в случае с груви, то же самое и со спрингом. В общем, этот доклад, он сын очень, как сказать, ошибок продолжительных. То есть мы действительно не часто видим что-то такое. Важно поделиться, когда мы встречаем что-то похожее, поэтому это все собрано здесь. Но, как вы видели, там есть примеры из 2009 года, потому что вот тогда это случилось, а больше нет. Потому что мы это решили, и больше уже на эти грабли не наступали. Ну да, но я к тому, что как бы вот такие проблемы, это не то, что вот постоянно спринг от этого пучит каждый день, и вот вы гарантированно на следующей неделе вам понадобятся вот эти вот workarounds. В общем-то, я бы сказал, что в нормальном использовании спринга, без всяких кошмарных историй про девочку, которая хотела перезаписать бины во всех возможных конфигурациях, и при достаточном понимании спринга, вот этого всего не часто увидишь. Поэтому свой спринг не нужен. Еще вопросы? А, да, давайте тогда я задам вопрос. Ребята, вы собираетесь сделать пазлеры на тему новомодного спринг-бута, например, в ближайшее время? Ну вот мы как 6 лет с ним поработаем, так и накопятся. Ну я понял, что у тебя уже есть парочка, да? Да, у меня есть немножко. Ну сделаем, чего? Может мы в спринг-бастлеры в следующем сезоне парочку вопросов по буту тоже добавим? Спасибо. Ты просто футболку хочешь за пазлер, да? Зачем? У меня есть одна. Все, спасибо большое, ребят.